всем доброго времени суток заканчивается второй месяц лета и хочу я с вами поделиться что у меня цветет в июле месяце вот эти все орхидеи собрала здесь не случайно это летнее цветение в жару тех орхидеи которые должны цвести по другому другим окрасом более ярко давайте начнем с этой орхидеи орхидея называется летняя любовь она у меня давно не цвела потому что выпустила детку с центра и вот наконец-то только сейчас расцвела вот она такая бредненькая бредненькая из-за жары у нас в сибири дома было 32 градуса аномальная такая температура обычно у нас жаркие дни на улице 28 27 градусов а нынче где-то 36 градусов было на улице но и дома соответственно той же очень жарко орхидеи собралась доращивать еще бутончики такой букетик надо вас здесь вот такая бредненькая распустилась а эту орхидею можно узнать с трудом это орхидеи называется летнее дыхание мало того что у ней цветочки не такие яркие бордовые насыщенного цвета но и она куда-то видимо из-за жары дело все свои рюши практически рюшек у нее нету хотя это не первое цветение этой орхидеи всегда она цела по сорту вот такая аномальная жара сказалось и на ней этот мини биглип цветет у меня впервые но я думаю что он тоже должен быть ярче по крайней мере на фото садовника у него губка очень яркая но несмотря на это у него очень симпатичный каскадик таких вот нижних цветочков приобрела я его в этом году пришел ко мне с цвета носиком уже цветет еще 20 . распустится будет полный распуск этот биглипчик продается без названия под номером это моя калейда тоже такая совсем бледненькая эти цветочки распускаются уже более яркими жара немного спала сегодня на улице у нас 29 градусов или цветочки сразу реагируют распускаются уже потемнее такая моя калейда нынче красота этот цветочек распустился когда еще было более-менее скажем не жарко он был самый темный из всех эту орхидейку я получила от натальи королевой тоже цвета носиком очень очень я хотела эту орхидею заполучить снова в свою коллекцию в прошлом году я ее приобретала голландскую этот сорт называлась она капучино но это я думаю продавцы дали этой орхидейке такое название хотя возможно и нет азиатский же садовник назвал эту орхидею красочный чемпион он цветочки этой орхидеи должны быть даже еще темнее чем вот этот цветочек очень мне нравится ее губам что на ней отойдет желтые пятна очень она украшает и без того нарядные лепестки могу бы делать эту орхидеи очень очень нарядный голландская орхидея у меня пропала я думаю она пришла с каким-то вирусом она отцвела и сразу начала погибать также интрига у меня погибла в моей коллекции она пробыла год хорошо цвела вроде бы и корешки наращивала но через год начала бросаться листьями поэтому интригу что-то я уже не хочу в свою коллекцию а вот этот сорт очень запал мне в душу и когда я его увидела у азиатского садовника то решила обязательно повторить эту красоту в свою коллекцию орхидеи которые я приобретала в размере два с половиной посадила все перевалкой вот в такие стаканчики я их покупала на вал бересе очень очень мне понравились и таки более толстые раньше я садила в одноразовые стаканы а эти прям такие то не устойчивые размером они продаются 600 миллилитров по 5 стаканчиков идет кто любит азиатских подростков очень советую это не реклама просто мне очень удобно в них садить сажу я сейчас всегда перевалкой вот увидите что там мох на дне стакана керамзит поливаю я по керамзит буквально на пол сантиметра чтобы водичка заходила на мох желательно конечно чтобы там были корешки внизу подпираю здесь хорошо видно что насыпана кора чтоб стаканчик моховый не качался стоял устойчиво поливаю я потом по мере просушки мха здесь можно потрогать например сейчас еще мух влажный вот такое трио из орхидеи желтых оттенков орхидея подарок согудио цветет у меня с 13 июня то есть на данный момент это полтора месяца тогда еще не было этой изнуряющей жары и она вот такая яркая желтая не знаю как бы она расцвела в июле месяце идея который в переводе звучит как золотая красотка у этой орхидеи горшок маркирован как видите golden beauty написано но не такая уж она конечно и золотая распустилась в этом цветении и конечно же виной всему это жара это первое домашнее цветение всего на три цветочка но я им очень рада получила я эту орхидею от своей подруги саши из брянска саша большое тебе спасибо за нее саша мне отправляла до этого такой орхидеи q она пропала у меня этот сорт но мне очень хотелось желтую орхидею с красной губой и саша потом не нашла даже вот с маркированным горшочком прислала мне ее но после путешествия в посылке орхидея перенесла стресс и сбросила все корни хотя до меня она дошла цветущие цветы были ярко-желтого цвета очень красивые и вот мы с ней три года наращивали корни и наконец-то спустя три года она показала мне свои цветочки после не такие яркие но еще раз повторю что я им очень очень рада и еще одна орхидея желтых тонах ярким центром очень ароматная орхидея называется венера цветочки у ней не крупные мини но розетка у ней просто огромная как у крупной орхидеи вот сравните розетку golden beauty и вот такая огромное развитие теща у венеры но цветы очень ароматные пахнут практически на всю комнату яркие такие звездочки огонечки я думаю орхидея венера чем-то похоже расцветкой вот на эту бабочку правда здесь цветочки уже выгорели уже бледненькие цветов было намного больше ну на сегодняшний день осталось от свести остались цвести только вот эти два цветочка такими резными петалиями тоже орхидея очень ароматная ярким огонечком продолжает свое цветение моя сладкая девочка она действительно имеет сладкий аромат вот такая она уже очень-очень яркая прям горит на солнышке красотка не зря она называется полное если перевести на именование сладкая блестящая девочка психопсис морепоза особенная только раскрывается еще язычок у него он там закрученный верхние петали стоит солдатиком осипали еще вот так вот скромно закрыты сегодня он еще был совсем-совсем скрученный а сейчас вот в таком состоянии люблю психопсисов здесь надеюсь тоже будущем разовьется бутончик единственный минус он конечно у меня стоит повернутый на подоконнике к солнышку и то есть когда этот цветочек распустится нельзя будет его повернуть к себе так как здесь созревает другой бутончик чтобы он не замер нужно орхидейку оставить в этом же положении я ее нынче пересадила она у меня сидела в стаканчике тоже арте 06 я пересадила по 1 и 2 арте я уже говорила что поливаю по мере просушки наливаю где-то на сантиметр воды и оставляю примерно за 10 дней она успевает выпить и достаточно просохнуть и здесь воздушные корешки растут своих орхидей я воздушные корни при поливе всегда опрыскиваем потому что у нас не очень влажно в квартире особенно зимой не знаю как то влияет это или нет на орхидею они быстро конечно высыхают после опрыскивания но все таки я это привыкла уже делать и обязательно всегда их опрыскиваем корешки воздушными наконец-то я дождалась цветение своей красавицы монтарей это часто цветущие орхидеи но дело в том что прошлый цветонос она тоже отрастила даже больше на на был цветоносик тоже на несколько ответвлений я его благополучно под корень сломала я редко ломают цветоносы ну вот так вот в прошлый раз не повезло потом она несколько месяцев после этого отдохнула тот цветоносик тоже по-моему то ли на один только на цветочка всего был расцветший и вот так вот не повезло и вот наконец-то она снова выпустила цветоносик и распускает на нем свои замечательные красивые цветочки обожаю эту миничку орхидея милый ангел приобретала я ее когда-то в торфяном стаканчике такая красотуля очень тоже она мне нравится я нынче и и омолодела дело в том что у ней было очень очень много воздушных корней она буквально вся была в этих корнях и я отрезала ей макушку когда макушку отрезала только после этого увидела что у нее маленький-маленький проклюнулся цветоносик я думала она не будет его растить но на мое удивление все-таки этот цветоносик развился и распустился макушка очень хорошо прижилась на пне маленькая-маленькая деточка сейчас растет надеюсь что деткой будет все хорошо она тоже вырастет и расцветет орхидея лиеки она цвела на два цветоноса но сейчас остался один цветонос нежный букет вроде бы ее кто-то еще называет орхидеи сакурой красивая гроздь скорее всего из-за жары и это орхидея расцвела более бледненько хотя точно сказать не могу потому что это первое цветение этой орхидеи орхидея называется микки смайл что в переводе означает либо улыбка либо настроение мне кажется ей больше подходит название настроение вот этот цветочек середина более яркая вот этот цветок распустился последний в самую жару и у него уже над колонкой нет неонового свечения цветочки я тоже думаю мелковатые ну для первого цветения все простительно этой орхидеи ки она выпустила сначала вот этот цветоносик но почему-то он не развелся вот так как я знаю что это орхидея очень любит цвести в принципе поэтому я и приобрела ее в свою коллекцию конечно же из-за ее красоты за ее нежности и вот она после того как тот цветоносик заморозила выпустила 2 и вот он цветет очаровашка также хочу показать вам и вот этот букетик с отрезанными цветочками это орхидея без названия цветочки и обрезала потому что у нее не очень много листвы в этой было орхидеи то первое и цветение приобреталась в размере 1 7 и не очень еще много листвы нарастила чем я не хочу рисковать сортом и после полутора месяцев обрезала цветочки вот они уже недельку меня стоят вазочки продолжает цвести также доращивать свои бутончики сейчас постараюсь показать вот так вот видно да что она доращивает еще цветочки орхидея очень восковая симпатичная такая необычная тоже любит подсвести цветет достаточно часто цветет револьверным цветением орхидея мордочка котика с фиолетовыми губами за этот сезон же 20 . она скинула 20 . цветет и доращивает так она каждое лето ароматная с маленькими цветочками ну любимая орхидея очень яркая в основном она мне поэтому и нравится за и яркие фиолетовые цветы незаслуженно редко я вам показывают этот свой этот распис с ароматными цветами яркие с пушистой губой красивые цветочки это гибрид людоманианы на ягоду индиву гибрид получился такие замечательные яркие цветочки яркая трио таких вот орхидеи это орхидея очень крупная называется она лучшее вечернее платье второе цветение орхидеи очень вам не нравится живую мне кажется нам намного эффектнее и красивее смотрится орхидея счастливая прогулка цветочки смотрят в разные стороны во время формирования бутонов и цветение она находилась а на полке на подставке напротив окна и часть цветочков смотрели в окошко а часть цветочков повернули свои цветы к лампе поэтому такой вот каскад получился в разные стороны эта красотка называется всплеск гордона люблю орхидеи с выбеленной серединой как-то они благородно смотрятся но больше мне нравится как они смотрятся конечно вместе эти три ярких красавицы к сожалению не сняла вам в полной красе орхидею которая называется корона вот уже два цветочка у ней завяли но все равно оставшиеся три конечно прекрасны когда-то покупала ее маленьким азиатским подросткам вот такая крупная листва уже отличная корневая но цветет она и в этот раз полтора месяца цела и в прошлое свое цветение тоже орхидея цела всего полтора месяца может у кого-то дольше цветет возможно так мало цветет еще из-за жары из-за жары у меня очень много цветов закончили раньше свое цветение к сожалению прекрасная виктория фонтана разбудила боковую почку на старом цветоносе и расцвела на шикарных четыре цветочка цветы очень и очень крупные красивые успела она распуститься до этих жарких дней и в принципе в окрасе она такая же как и в холодное время года она у меня закрытой посадки сидит розетка тоже крупная цветочки тоже крупные но смотрит все в разные стороны кто куда кому как понравилось продолжает свое цветение орхидея креп это ее второе цветение на 4 цветка но цветочки огромные красивого окраса красивой губой пятнышко меня прошлый раз спрашивали про эту проволоку ее я приобретала на зоне называется алюминиевая проволока для плетения толщина ее 2 миллиметра очень удобно на ней формировать каскады на этой проволоке она хорошо держит форму и хорошо в то же время гнется и по цвету зелененькое что тоже немаловажно и у меня в коллекции три кота было пять двоих я нынче продала осталось три котика вот этот растел самый поздний поэтому он такой блондинистый последний цветочек сейчас раскрывается здесь четыре цветочка все знают да что котики любят пить но все равно нужно дожидаться когда они полностью выпьют всю водичку просто ему нужно чаще подливать воды а так дожидаться когда все-таки корни немножко просохнут после полива и вот такой вот еще домашний кот вот такое нежно-розово-салатовое трио очень мне нравится такое сочетание это крупноцветковые салатовая орхидея называется дарвин это первое цветение орхидеи очень не хотелось зелененькую орхидею поэтому приобрела даже две разных сортов это орхидея называется зеленая звездная красавица тоже первое цветение орхидеи и тоже цветочек не мелкий крупный обе красавицы и нежная розовая орхидея называется она розовая планета к сожалению здесь одного цветочка не хватает он почему-то на стадии ботанизации завял очень жалко такая вот дыра получилась так бы было восемь цветочков сейчас их семь в первом своем цветении эта орхидея цвела три месяца вот такая красота орхидея пасадена цветет всегда у меня по-разному в первом своем цветении в домашнем она цвела темно-темно розовая огромные цветки были по 9 сантиметров следующее свои цветения более бледно цветет сейчас вообще бы я сказала очень бледненько цветет и цветочки намного мельче чем в первом цветении сантиметр по 8 сейчас семь с половиной может быть листья у нее вот такие вот мраморного окраса это орхидейка очень красивая очень мне нравится называется она аметист цветет она уже с 22 мая то есть два с половиной месяца почти цветет яркая красотка и орхидея беглип белоснежная чарующий снег она у меня посажена с деткой в одну кашпу я их разделила и посадила в один горшок орхидея черебом вишневая бомба с которым пришла она ко мне цветочком расцветшим от натальи королевой то цветочек уже завял и она распустила новый дорасти вот такие вот интересные у нас резные петали получились ну и бледненький конечно но смешной такой интересный это стандарт черебомб мантре мантре всегда подолгу держит свои цветы эти цветы она держит с апреля месяца вот этот вот цветочек у нее цветет с марта месяца вот такая долго цветущая долго играющая орхидейка на этом на этом хочу с вами попрощаться до новых встреч дорогие друзья желаю вам мирного неба над головой сейчас это наиболее актуально здоровья добра и красоты всего-всего вам самого доброго до новых встреч и кто досмотрел это видео до конца хочу вам все-таки показать своего распустившегося психопсиса такого вот жирафика забыл вам сказать что это домашний его цветонос и это первый его цветочек на этом цветоносе такой вот красивый и дико симпатичный на этом все пока-пока